друзья добрый день рад вас приветствовать на нашем вебинаре посвященному домашнему окрашиванию соберлик я смотрю на сегодня очень много прошу отметить плюсом звук есть мне нравится то что сразу пошли вопросы значит так давайте определимся с тем что мы с вами слышим видим друг друга и обсудим как мы будем общаться в течение вебинара у нас есть с вами здесь вкладка вопросы верхнем правом углу где вы можете вопросы задавать потому что сами знаете в чате очень много очень быстро время бежит много вопросов появляется поэтому мы в чат не смотрим мы будем смотреть в вкладочке вопросы я когда буду частями заходить эту вкладку вопрос отвечать я буду тормозить возможность вопрос задавать новые я об этом а буду говорить и соответственно мы в таком режиме пройдем вот друзья тогда позвольте уже три минуты идет время несколько еще к нам будут присоединяться поэтому я с небольшого вводного слова начну для того чтобы настроение создать смотрите конечно мы все но вы видите даже я может не видите но предполагаете что я веду из дома а этот вебинар потому что мы действительно москве сейчас находимся на карантине и мы продолжаем работать для вас мы делаем презентации мы работаем над новыми продуктами поэтому время не останавливается ни в коем случае в то же время я отмечу как психолог что конечно в текущем моменте сложно сохранять кому-то обладание духом и это совершенно нормально поэтому в текущем моменте сказать пользуйтесь своим временем чтобы побыть с родными чтобы больше высыпаться если вы тоже на карантине чтобы может быть не хвататься сейчас за очень много что там изучить нового до чего вы не знали или вас времени хватало потому что все таки время сейчас стрессовое надо признать и от своих чувств не стоит бежать нужно понимать поэтому сохраняйте спокойствие в то же время дайте себе возможность отдохнуть итак мы идем на вебинар так вот светлана задал вопрос что она видит не видит но есть звук светлана перезагружайте страничку потому что основном у всех все есть и видео и звук и так далее и так что касается теперь действительно тех факторов которые для нас будут важными да вследствие коронавируса вследствие очевидно уже кризиса который будет на стране вот нужно понимать что для одних людей это действительно страшная история это потеря рабочих мест и так далее в то же время для кого-то это возможность работы более активный открытие новых ниш и так далее и в том числе возможность так хорошо ну коллеги в основном смотрю что у всех есть поэтому кого будет задержка со звуком на видео перезагружайтесь так вот суть том что в то же время есть возможности для роста есть возможность для развития которые возникают в текущей ситуации и не просто так наш сегодняшний вебинар будет посвящен именно домашнему окрашиванию в целом нашим линейками домашнего окрашивания потому что совершенно очевидно что в текущем моменте во первых карантин когда многие сидят дома да не могут выйти салон красоты который закрыт чисто физически да а потом для других людей возникнет вопрос о том что не хватает средств да не хватает средств для того чтобы поддерживать привычный уровень сервиса для своей семьи и вопроса дома окрашивания так или иначе тоже появится на повестке дня это означает для нас с вами что мы можем сегодняшний момент обложить окрашивание домашние тем кто раньше его не покупал это был быть ваши обычные клиенты с кем мы все время работали кому вы продавали может быть потовую химию или косметику по ходу за лицом и сегодняшний момент как раз подходящее время спросить предложить озвучить наличие у фаберлик ассортимента красок для домашнего окрашивания и так делимся дальше с вами я думаю что все вы знаете у нас еще прибавляется да значит моя вводная вводная часть была очень в тему пока я рассказывал уже 30 человек пришло еще дополнительно и так когда мы говорим про окрашивание с фаберлик мы очевидно вы должны сказать о том ассортименте красителей красок который у нас есть вам хорошо известно и на самом первом вебинаре я уделял внимание позиционированию трех серий ботаника эксперт салон да такая шуточная фраза про девушка ботаника девушка эксперт девушка салон и если вы хотите узнать больше на проекте серии про их позиционирование вы можете посмотреть на самый первый вебинар по волосам он есть в ютубе соответственно сейчас я хочу просто напомнить да о том что ботаника эксперт и салон это три линии три линии полноценных где есть и окрашивание и уход и в частности с экспертом это стайлинг вот но важно здесь понять что в целом эти линейки ориентированы на определенного потребителя да и так или иначе мы об этом будем с вами говорить про потребителя кому мы предлагаем что мы предлагаем как предлагаем так вот ботаника мы предлагаем этот продукт для женщин прежде всего с низким доходом а возраст 45 плюс и потребности этого клиента о которых мы тоже много говорили это решение базовых задач для поддержания хорошего внешнего вида коллеги попрошу вас в чате поддержать тех кого не получается запустить видео и звук чтобы не отвлекаться я знаю что взаимовыручка фаберлик она у нас такая найти лучше всех вот теперь говоря про эксперт это женщины все-таки заходом низким и средним возраст 20-45 потребность клиента быстрые технологичные решения связи с отсутствием времени позволяющие экономить время на процедурах да мы тут много рассуждали что это могут быть и мамочки с детьми и могут быть домохозяйки которые помогают снимать с детьми занимаются мужем и по сути нет времени может быть деньги даже есть нет времени о том что в салон пойти нет времени много тратить процессов даже себя в этом смысле эксперт целиком включая краску то средство которое позволяет быстро вопросы решать и серия салонке это для женщин все-таки с доходом среднем и выше среднего в текущих особенно условиях возраст 25-45 потребность клиента это внимание к себе забота о себе это выбор лучшего из того что доступно это конечно у нас с вами и хрестоматийные основные такие деления да где мы ли про возраст по доход но мы много с вами говорили о том что действительности модель потребления человека может отличаться от его гендера либо от его возраста и дохода да и были примеры что девушки с небольшим доходом выбирать салон да потому что он подошел по типу волос безусловно это и есть это вы уже опирайтесь здесь на ваш личный опыт работы с клиентами на историю работы с конкретным клиентом я даю все таки основные такие моменты да чтобы вам было проще взаимодействие с новыми клиентами а дальше вы уже сможете настроиться и понять что хочет эта бабушка 83 года что ей предложить ботанику может быть она хочет эксперт или только салон для ее седых прядей да здесь конечно же уже ваше творчество и ваша работа с вашим клиентом помимо того что у нас есть понимание что мы предлагаем первично разным клиентам те или иные краски для волос и продукты да именно ориентируясь на позиционирование есть различия в красителях которые у нас представлены в рамках данных серий они все-таки разные давайте прям пройдемся по порядку базовая нас история конечно с краской ботаник это самый доступный сегмент зачастую может купить до 100 рублей за единицу в упаковку при этом эта краска классическая аммиачная эмульсионная ph этой краски 10 10 с половиной она на сто процентов закрашивать седину именно за счет того что базовая простая формула вот и здесь достаточно такой компактный ассортимент всего 20 оттенков но при этом сделан упор на натуральные оттенки которые действительно преимущество их которые преимущество которых том что не закрашивать седину очень хорошо и так далее да то есть это к базовое решение для потребителя с базовым запросом да просто там про седину или поддерживать интересный цвет при этом здесь можно выбрать том числе интересные цвета интересные тона современные модные теперь что касается краски эксперт то здесь конечно больше гораздо выбор можно больше сказать и больше предложить эту штука среди среди свой сегмент по своей формуле он близок с ботаникой это также классическая эмульсионная краска аммиачная но при этом при всем у нас щадящая формула проявляющего молочка это позволяет нам меньше воздействовать на волосы аph такой же как у ботаники сто процентов закрашивание седины и при этом большое большая палитра самом деле 28 оттенков здесь есть рыжие тона что тоже бывает важно да в регионах люди люди цвета особенно весной сейчас и блондов достаточно много то есть есть езде выбрать особняком стоит у нас краска соломки а здесь которая все-таки отличается да в чем ее отличие что прежде всего это конечно же классическая эмульсионная краска но здесь у нас идет щадящий аммиачный реагент карбонатомония он позволяет нам с вами меньше воздействовать на меньше повреждать волосы при их окрашивании да все-таки окрашивание это процедура которую вы понимаете вот повреждает при этом за счет того что здесь более щадящий агент более низкий ph90 и соответственно как следствие всего этого здесь краска менее эффективна на седине то есть если седины больше чем 30 процентов на поверхности головы то я бы эту краску не рекомендовал использовать соответственно здесь также палитра модных оттенков 24 тона есть и рыжие тона есть блондинки то есть тоже есть есть еще выбрать дальше я подробнее скажу про каждую серию и ее преимуществах да чтобы можно было остановиться и так что касается нас краски ботаника то здесь вы видите наш нашу палитру кстати я хочу отдельно отметить может быть вы тоже это заметили что за последние вот примерно начиная там с 4 5 периодов уже пошли в печать вышли каталоги да где более качественная палитра для ботаники для эксперта для салона мы проводили большую работу с нашим каталогом за что большая благодарность да с тем чтобы то на максимально были близки мы делали выкрасы мы делали цветопробы да поэтому сейчас если вы заметили этот момент можете тоже ответить что да действительно это видно и сейчас с текущими новыми каталогами этого периода гораздо проще краску предлагать потому что она ближе к жизни так вот что важно здесь что у нас ботаника естественно позиционируется нас как краска близко природе близко к растительным компонентам здесь поэтому нас с вами есть а пшеничный соевый гидролизованный протеин который восстанавливает волосы легко проникает в структуру вот ухаживающие масла репейные крапивы те которые нам позволяют волос восстановить до восстановить когда вы окрасили когда вы цвет уже цвета волос напитали вы используете маску которая есть составе для того чтобы волос а закрыв чешуйки восстановить поэтому нужно понимать что конечно само окрашивание в процессе может быть более или менее травматично для волоса а все восстановление происходит после окрашивания уже все смыли и используем именно восстанавливающую массу именно поэтому если вы окрашиваете волосы регулярно это делаете я рекомендую регулярно использовать маски для волос потому что конечно же они за счет того что более долгий долгий срок экспозиция они еще более высокой концентрации действующих веществ дает возможность волос поддерживать чтобы чешуйки волос не открывались но чуть позже про это тоже скажу эксперт преимущество краски эксперт том что помимо того что закрашивать 90 процентов здесь также есть система color lock закрытие цвета который позволяет именно дать краски больше стойкости больше времени на волосах и поэтому не просто говорю о девушке которые спешат на котором важно что цвет долго не вымывался долго держался это как раз та самая история плюс ко всему здесь масла амлы с витаминами а bc и другими компонентами масло маринги также мощнейший антиоксидант мягчающий волос таким образом краска позволяет нам дольше и цвета это пожалуй самое главное преимущество для нашего потребителя а теперь что касается краски салон то здесь конечно важный преимущество это бережное окрашивание дачу я уже сказал это возможность чаще менять волосы счет того что пигмент не так сильно встраивать структуру структуру волосы да и мы знаем наших девушек желание менять цвет периодически возникает поэтому вот если есть ваш клиент и он есть клиент который клиент который любит менять волосы либо у нее может быть короткая стрижка да и она вот любит оттенки разные делать то соответственно конечно ей лучше стоит краска салон потому что здесь больше таких возможностей а преимущество и еще также в том что здесь содержатся аминокислоты шелка которые родственные по своей структуре нашим волосам да легко встраивается структуру волос восстанавливает их поэтому здесь конечно тоже самый такой щадящий вариант процедуры дальше коллеги мы пойдем с вами уже про такие более специфичные моменты да и если у вас есть вопрос на сегодняшний момент сейчас что мне да я буду ответить раз по нему по нашим краскам смотрите вопрос здесь есть от от элизары и слямовой симферополя какой краской лучше поддерживать светлый цвет волос свой темный без желтых оттенков на горнях к сожалению здесь специфика том что сами по себе темные волосы совершен этот вот негатив пигмент да и с ним бороться только тем чтобы перекрашивать запрашивать сверху есть у нас в разработке продукты для тонировки волос для тонировки против нежелательной желтизны но это уже будет осенние запуске это плюс немножечко подождать к сожалению факта желтой желтизны он имеет место быть если дочь есть рыжий пигмент волосах окраситься хочет в блонд что посоветуете чем здесь конечно я рекомендую попробовать все-таки краску эксперт и посмотреть по подбору тонов потому что здесь уже конечно специфика волос такова что рыжий пигмент он не так просто убирается поэтому если вы готовы к экспериментам то можно выбирать небольшие пряди от лица или может быть затылки да там где незаметно и тестировать потому что здесь только нужно принять мета проб и ошибок а вопрос краска какой краска закрашивать сезону на корнях конечно седина это прежде всего история про эксперты про ботанику если седины много да есть и больше чем 30 процентов соответственно подбираем тон который вам нравится больше и важный момент что кстати говоря у нас у женщин традиционно уходит в темном цвете темный цвет при седине вот но и самом деле стилисты рекомендуют при появлении большого количества седины уходить в светлые тона они молодят молодят во вторых на светлым цветом окрашиваете волосы тот растающийся будет не так заметно такой лайфхак жизни а нужно ли смывать краски шампунем конечно да сразу после окрашивания вы смываете наносите бальзам который есть комплекте выдерживаете все по инструкции так запись вебинара безусловно будет да это как всегда в ю тубе будет доступна что касать клиент использует тритон одновременно да конечно это нормально это возможно так вы знаете что стилисты в салонах красоты так и делают они смешивают тона для того чтобы получить нужный ей есть специалисты которые хорошо там разбираются есть пользователи которые там хорошо разбираются и соответственно если они понимают что не делают то в этом нет никакой никакой проблемы на самом деле есть те кто добавляют в капельку фиолетовой краски например да чтобы именно желтизму краски кстати к вопросу затонировать здесь самом деле есть много моментов наверное сейчас мы не будем прям совсем про эти тонкости говорить и я не верю что вообще не нужны так массово для распространения потому что это очень специфичная информация здесь есть как нюанс как человек смешает эти тона как он будет смотреть на свои волосы в процессе окрашивания что там происходит поэтому здесь знаете очень много моментов но в целом это возможно это допустимо проблем с теме никаких так будем двигаться дальше у нас еще с вами много всего так ты 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 я извиняюсь мне просто повторите но коллеги я не смогу повторять сейчас все таки у нас во всех время идет поэтому будем двигаться по плану кому нужно будет посмотрите в записи по поводу запаха как вы творю то что речь о том идет конечно аммиак присутствует от всех трех красках в эксперте запах будет более интенсивный салоне будет менее интенсивный потому что там карбонат аммония но он тоже там будет поэтому что как быть ну и как-нибудь есть запах нет запаха это такой вот свойство продукта которые есть так вопрос есть можно ли смешать краски одной серии можно смешивать я уже сказал для седых волос лучше все салон нет еще раз повторюсь что для седых волос эксперт либо ботаника лучше всего если съедены много так все вопрос я посмотрел давайте все-таки возвращаться в блок вопрос отвечает писать вопросы в блоке вопросы они в чате так двигаемся дальше есть такой важный бытовой вопрос о том что как краска у вас есть краску есть цифра номера что они означают бытовой вопрос номер краски например 1101 здесь мне краска другая другой пример но 1111 ботаники во первых что у нас на всех упаковках указано номера и первая цифра в этом номере означает основной цвет светлоту вторая это то накрашивание эти потон и так далее здесь получается что если вы знаете свое то что вы предпочитаете оттенки да то вы можете подбирать реально нет такой уникальной так скажем нет нет универсальной системы нумерации есть просто общее понимание даже чем больше цифра тем более более светлый будет волос у нас это будет 11 номер самый светлый да например в том же той же ботаники да например у наших конкурентов это может быть 12 вариант и так далее вот важно что на что обратить внимание что краски с нулем после точки это всегда натуральные будут цвета и они как правило хорошо запрашивать седину в этот важный момент это нужно учитывать для вас если вас действительно проблема сединой при этом допустим вторая цифра после точки это может быть раз означать перламутр или пепельный фиолетовый подтон до который красу допустим нейтрализует желтизну такие моменты так далее пару слов буквально про тесновые окрашивание волос мне кажется тоже интересная важная информация как это происходит на самом деле в чем собственно это магия из коробочки что вы наносите вроде бы бесцветную жидкость смесь то потом смываете вас цветов меняется чудеса смотрите здесь есть рисунок где представлена вариант как выглядит натуральный волос да есть стержень волос далеко подробности не уходить и вокруг стержня волосы прикреплены чешуйки кутикула волосы уже мне кажется все это слово знают кутикула соответственно когда чешуйки прилегают плотно то они формируют такое единое полотно волоса и за счет этого идет блеск интенсивный гибкость и так далее все это видно да все это чешуйки приподнимаются то соответственно близко пропадает потому что теряется отражающая способность волос это не всегда связано с тем что волосы были окрашены это может быть природная специфика да такие слабые волосы которые легко бушатся и легко чешуйки приподнимаются но каким образом действует собственно окрашивание да что у нас нашем наборе есть крем краска и есть перекись управляющие молочко с перекисью водорода по сути это технологии едины у всех и когда краска из тюбика смешивается с появляющим молочком наступает окислительная реакция когда бесцветные изначально пигменты красители они начинают уже окрашиваться часть перекиси водорода который 10 двух направлений она у нас с одной стороны слегка осветляет волосы и приподнимает эту кутикулу за счет щелочной среды волос начинают впитывать влагу и через эту влагу проникают красящие пигменты в структуру волоса соответственно когда все заканчивается нужно смыть и обязательно использовать маску чтобы складывать обратно кутикулу чтобы она прилегла плотно и далее я вам уже говорил регулярно использовать эти средства для того чтобы сглаживать каждый раз каждого применение по пальцам либо маска регулярно и так далее и конечно здесь есть уже начать окрашивать волосы то для вас продукты для восстановления поврежденных волос это нужно хорошо понимать здесь вот на картинке схематично отражено для понимания как происходит окрашивание куда попадает пигмент краситель получается что если мы говорим про например какие-то временные красители как тонирующие шампуни в основном то не либо прямые пигменты кстати говоря они наслаиваются на кутикулу волоса прикрепляются там где-то возможно там здесь зацепки если же дальше ниже но вот стойкий краситель как наш да то видно что пигменты красители проникают прямо внутрь в кортекс волоса и там находится за счет этого достигает длительный срок эффект окрашенных волос вот ну для примера здесь есть еще хна осветленые волосы и другие виды красителей как бы но это нас еще меньшей степени касаются почему временный краситель нас касается потому что мы бра у нас есть в работе продукт для блондинок скоро запустим по осени вот так значит двигаемся мы дальше теперь что касается применения применения да то есть как у нас происходит окрашивание волос и дальше значит что происходит что у нас во первых как я сказал уже что изначально наш комплект краски предполагает использовать на натуральных полосах с обычного цвета либо сединой и здесь может идти речь как окрашивание на все длине волос так и на корни соответственно дальше у нас в зависимости от цвета краски подобрана краситель красочка да в тубики в тюбе и проявляющее молочко они подобраны специальным образом чтобы дать обещанный эффект на волосах за заявленное время по технологии полчаса например определяющим очко может быть разного процента процент указывает содержание перекиси водорода соответственно это может 6 9 12 процентов большинстве красок наших 6 процентный перекись водорода вот а для самых светов тонов это например 10 тонны выше это 12 процентный и для тонов на уровне девятки в основном это 9 процента перекись водорода соответственно здесь не нужно пугаться этих цифр да сейчас модно это говорить что вот там большая перекись небольшая нужно понимать что перекись водорода взаимодействует с миаком который есть любом случае в красителе и никто еще таких вот интенсивных красок безымячных ну реально не изобрел да то все таки это всегда такой вот знаете полутона игра соответственно если вы берете на какой-то краски вас аммиак есть а перекись водорода не не саша будет высокий процент то аммиак может пойти повредить ваши волосы поэтому здесь нужно понимать что когда мы подбираем краску и соответствующий процент управляющего молочка в эмульсии мы подбираем именно таким образом чтобы это была оптимальная реакция чтобы это было приемлемый уровень повреждения волос как я говорил уже и при этом гарантированный цвет и логично что более светлые тона требуют более интенсивного осветления поэтому у нас более высокий процент перекись водорода если вам это будет интересно то конечно на каждом на каждой баночке на каждом нашем пенале с краской указан процент все здесь я все сказал и знаете что важно все таки важный момент что наши краски вот таком комплекте они не предполагают использование на бесцвечных ранее волосах и это важно потому что как бы ранее бесцвечные волосы они станут более поврежденными и вот о чем коллеги пишут про желтизну и так далее это реально такой волос который лишился пигмента такие волосы требуют как бы тонировки а уже не окрашивание то есть наша система те три они предполагают именно нанесение на ранее вообще не окрашенный волос не окрашенные они бесцвечные так далее это важный момент пожалуйста учитывайте его при работе и при работе с клиентами если мы все-таки о том что есть желание про работу с адистичными волосами то все-таки еще раз это нежелательно но есть такой вариант когда использую нашу краску наши тюбики клиент может купить перекись купить управляющим молочко полутора трехпроцентная другого производителя конечно мы здесь с вами не может быть гарантии потому что все-таки наши краски они имеют свои свойства до определенные вот мы это собираем наборчик при этом если это есть я думаю что в текущих условиях у людей будет этот вопрос как я могу сделать вот это или вот это то как сказать мы здесь не можем запретить экспериментировать можем что называется дать такой совет и это может быть сделать наиболее щадящим образом это важно это важно учитывать и мне бы хотелось что просто вы знали к этому вопрос если вас спросят потому что просто актуальный и важный дальше мне будет несколько советов и рекомендаций по окрашиванию но прежде чем к ним перейти я давайте еще раз посмотрю на вопросы чтобы они накапливались и быстро посмотрю на начать давайте знаете печати наверно мельком потом посмотрю и коллеги напомню что все-таки прошу вас писать вопросы в блок вопросы они в чат так сейчас смотрим да еще раз что шелково окрашены посмотрите вопрос как сформулировано что салонке шелково окрашивали волос нежелательно да нет понимаете чем дело здесь вот это слово нежелательно будет неуместно наш клиент хочет на седые волосы получить цвет который нарисован на то есть он скажет я хочу вот такой цвет на этих волосах и если у него стекловидные толстые такие знаете жесткие седые волосы и процент седины больше тридцати процентов то салонке здесь ему может не помочь вот просто нужно это понимать если волосы мягкие седины не очень много то вот так потому что здесь вопрос про про то что не пожелательно или нет а про то какой эффект получит человек на волосах да он все-таки для эту шкаску покупает как правильно смешивать оттенки как экономно расходовать например отмерить половину тюбика коллеги здесь вопрос все-таки вашей личной ответственности я рекомендацию дать не могу это возможно соответственно пока вы не выдавили из тюбика всю краску она у вас не пропадает на может храниться там два года далее какой там срок годности соответственно если вы не смесь приготовили она уже все не подлежит хранению это тоже очевидно вот экономно или не экономно вы знаете здесь нужно понимать что мы с вами живем сегодня несмотря на кризис нужно сохранять обладание духа и хорошо выглядеть знаете это важно хорошо выглядеть потому что вы смотрите за зеркало с хорошим стране и так далее когда мы говорим о том что вы можете использовать весь объем краски даже на коротких волосах мы имеем виду что вы можете действительно быть уверенными что качество окрашивания глубина цвета будет как как вот на обложке да и как вы хотели бы привыкли получать это грамм начать есть учить экономить а вас например длина волос средней или больше средней то здесь вы рискуете ну честно говоря не получить результата здесь короткий волос как бы здесь да допустим еще можно пол тюбика использовать но опять же это нужно тестировать смотреть будет ли вам краски достаточно мы при необходимости быть готовым добавить ее но соответственно если вы получается меньше расходу эти тюбика вам необходимость измерять объем взятой краски из тюбика и объем взятого из эмульсии да ему все сколько взяли чтобы пропорции соблюсти клиенты часто просьба значение краски говорить нам в пользу наших красок в пользу наших красок я уже говорил чтобы замечать на красок с эффективным закрашиванием седины а это мне кажется сам актуальная проблема на сегодняшний момент еще нет поэтому здесь это все скайки сказки байки да есть что боится вот химии жесткой пожалуйста предлагайте ему слонке и все преимущества я писал да там меньше щелочной статус и так далее то есть это может предлагать себе нужно общаться что они говорят потому что большинстве своем там где заявляются какие-то уникальные там масляные краски там или кератиновые еще что-то как правило речь идет не о самом красителе а тех сопутствующих там бальзамах или масках которые идут в комплекте да как я вам тоже потом говорю честно что мы говорим про все наши масла и экстракты аминокислоты все остальное конечно это все содержится в маске который вы нанесли после окрашивания выдержали нужное время и получили уход добавлять эти ингредиенты в саму краску нет смысла и впереди тем более так еще раз так раньше сейчас знаете я сейчас вижу что вопрос про инструкциях раньше у меня к сожалению под рукой баночки нет с собой насколько я знаю насколько я это вижу наблюдаю словом красоты и своих коллег промывают шампунем и здесь как скажем в чем чем смысл вам нужно смыть хорошо а в любом случае промыть хорошенько для того чтобы ушел да и ушли что краска с волос соответственно здесь вы конечно можете вернуться к инструкции да все таки здесь я могу сейчас что-то там сказать на фоне карантина некорректное поэтому пожалуйста все таки читайте инструкцию после смывки правила крашу не очень знаю что значит про смывку что вы имеете ввиду и можете поставить вопрос ну конкретизировать так я извиняюсь татьян я не буду встречаться слайд с экспертом как бы надо уважать коллег а потому что все вы слышали в записи он будет доступен презентация будет доступна так смотрите вопрос можно ли использовать два тюбика краски тонн 1101 описались как часто желать украшить смотрите если вы окрашиваете первый раз то два тюбика потребуется вам на большую длину волос если вы окрашиваете седину от просто или отрастающие корни то как бы два то вам зачем то есть вы ну то есть зависит же количество тюбиков зависит исключительно от объема волос нужно прокрасить сколько их отрасло и так далее соответственно дальше расскажу правда эти осветляющие тона потому что с ними тоже нужно быть аккуратным в частности скажем максимально стараться не пересекаться с предыдущим окрашиванием чтобы волосы не повреждать так вопрос уже про линейку да в салонке будет новинка кстати у нас в каком-то каталоге майском или в июньском так когда как-то периодически подкрашивать корни так смотрите про окрашивание повторных корней я повторюсь там не дальше будет еще тема поэтому вопрос пока не отвечаю там дальше вам расскажу так значит смотрите у нас вот и спорю как важно когда у меня клиентка дважды брала салон 10 1 и ни разу не получился тот отец про хотела смотрите коллеги у нас есть в ассортименте палитры наших красок и на обороте каждой палитры есть шкала то есть и там есть указанный исходный цвет волос и соответственно возможность использования тона для того чтобы получить результат все-таки нужно понимать что наши краски они поднимают светлоту волос где-то тона на 3 поэтому если у вас жгучая брюнетка купит например салонке в тонах вот 10 1 честно говоря она конечно же не выйдет на нужный цвет потому что у нее слишком большая большой разрыв поскольку салонке более мягкая краска вот три тона вы можете взять прямо нашу палитру да как она есть вот и посмотреть там будет видно откуда куда вы можете прийти из исходного цвета волос в желаемый это важный момент его нужно учитывать поэтому здесь конечно вам надо ну как бы действительно посвящаться самим чтобы иметь возможность дать грамотный комментарий коллегам клиент возьмите так все вроде все ответил я хочу наш краска при майкла 6 2 тонны и тюбик это два-три раза отлично потому что ваш в чем фишка в чем разница между работой парикмахера и работой дома вы дома сделали смесь да и мы транслируем что возьмите смешайте нанесите ждите полчаса смойте будет результат то есть мы даем какие-то фиксированные гарантии которые вы используете так фиксированные инструкции когда вы их действуете по ним то есть результат вы должны за него ответить соответственно когда обработать мастер салоне красоты вы все прекрасно знаете что он нанес он может посмотреть в процессе даже если работа осветляет например осветлилась и не осветлилась есть цвет нет цвета соответственно может дольше подержать если ему необходимо и так далее так далее когда мы говорим о том что вы смешали полчаса держим выдаем гарантию на нашу инструкцию на наши так скажем технологии окрашивания так давайте будем двигаться дальше для подкраски корней спрей пока мы не планируем поэтому ответить на последний вопрос правой так дальше мы идем с вами и так значит что касается наших рекомендаций покрашивания важный момент что все-таки волосы нужно окрашивать нечистые да то есть есть возможность несколько дней подождать прежде чем будет их окрашивать то это был наилучший вариант с чем что у нас все-таки смесь краски с перекиси водорода дает щелочную среду который может в некоторых случаях вызывать раздражение кожи головы и когда мы моем голову мы смываем защитную эту пленку сально кожного сала да и кожа более беззащитно для вот таких вот воздействий соответственно если вы голову не были несколько дней там день-два то соответственно покров кожаное сало восстанавливается и защищает ваши волосы обязательно возьмите пожалуйста накидку перчатки мисочку кисточку все необходимое чтобы окрашиваться не обращайтесь чтобы не читалось наш чат не могу держаться значит не надейтесь что вы будете аккуратно все сделаете до накидка чтобы одежда ваша сохранилась читайте внимательно инструкцию да на каждом флаконе я расскажу сейчас по три краски да чтобы вы прочитали инструкцию именно своей вы будете использовать сами либо будете продавать человеку для того чтобы он весь спросит могли ему ответить и важно что мы делаем смесь и мы тут же приступаем накрашивали потому что эта смесь не хранится соответственно сразу вступает в реакцию перекисодорода с красителями и двигается на пошел процесс да дальше как мы окрашиваем волосы натуральные которые ранее не окрашивались то есть я говорю сейчас про если бы я вот решил сейчас например покрасить волосы на у него свой цвет волос есть немножко седины и но как бы в целом не не окрашивался значит если вы окрашиваетесь в более светлый цвет да опять же вспоминаем что мы смотрим по шкале на нашей палитре да кто может сдвинуться по светлоте здесь берем светлый тон то мы выбираем то мы отступаем по 2 сантиметра корней чего это нужно потому что у корней температура выше соответственно работать смесь быстрее и сильнее и выбрать можете получить такой эффект что у вас будут корни светлее чем длина это не очень правильно по эстетике не эстетично и при высоких цифрах при интенсивных осветлителя конечно будет не очень хорошо для кожи головы для ваших волос соответственно выступаете полтора два сантиметра выкрашивать основную длину и только потом приступаете к нанесению на корни корни до действую быстро мы понимаем что вы только начинаете наносить вас время уже побежало поэтому работаем быстро интенсивно если у вас вы окрашиваетесь темными красками это не так принципиально потому что если начнете от корней с темной краской и если у вас будет чуть темнее корни чем основная длина то и по эстетике это совершенно нормально адекватно очень похоже на натуральный вариант вот если у вас есть седина и она какая-то очаговая тогда начинаете окрашивание с этих методов седины больше потому что седина требует больше времени для закрашивания и более интенсивного воздействия поэтому вы при большом проценте седины вы можете оценивать уровень прокрашенности волос либо попросить кого-то из своих домочадцев и немножко увеличить время экспозиции время выдержки на волосах если много седины для того чтобы гарантировать результат и также важно что и что если у вас как заметно рекомендации начинать затылочные зоны потому что там волосы как правило более густые и более толстые соответственно им тоже может требоваться больше времени экспозиции поэтому начинаете с них и дальше переходить на всю остальную голову так двигаемся дальше вот важный момент добра окрашивание отросших корней и так значит прежде всего что если есть у вас седина то необходимо начинать тех зон где седины больше и если нужно будет то тоже можете немножко увеличить время экспозиции краски на волосах время выдержки в остальных случаях вы начинаете затылочные зоны и объяснял почему дальше важно иметь ввиду что нужно наносить краску только на корни если вас корни отросли да там какой-то уровень плохо видно не покажем себе вот на ручке покажу если вас волосы отросли вот на столько а тут пошло основной цвет то вы наносите только на окрашенную зону и стараетесь не пересекаться с ранее окрашенными волосами чтобы вас не было полос и не было затемнение более ранней страны да потому что корни вы будете выдерживать полчаса этого как скажем для случае если там будет наложение старой краски новые краски конечно же эффект будет не очень красивый и очень эстетичный а если вы окрашиваетесь в темные тона это будет как правило все от восьмерки и ниже там где перекись 6 процентная написано на пенале написано это помните да то когда вот время выдержки вышло полчаса да вы можете смочить волосы основной полотно волос то можно поливилизатором красок намочить и с эмульгировать с краской которая была нанесена на корнях воды можно как хоть не чуть-чуть то есть нормально добавить на чтобы вот пену немножко взбить и распределить уже с эмульгированную краску на всю длину волос это только если темные не у вас оставить 5-7 минут для того чтобы освежить свет потому что всем понимаем что даже темный он все равно со временем вымывается более тусклый мне не блестеть и так далее это маленький секрет именно вот эмульгации да на всю поверхность волос позволит вам избежать такого резкого перехода в зоне стыковки между корнями и ранее окрашенной частью волос и в то же время за этом обновить цвет чтобы это было более красиво это такой вот лайфхак от стилистов это я сказал но важно понимать что это это инструкция она конечно не для светлых волос то есть если вы окрашиваетесь тоном где перекись водорода будет 9 12 это будет десятки 11 это на 9 вот так делать нельзя потому что волосы и так будут ослаблены за счет того что интенсивное осветление и вот такая история она может привести к тому что волос еще больше травмироваться он будет ломаться и так далее важный момент поэтому берегите свою причетку далее технологии советы если вы хотите цвет волос поменять то есть если у вас новый цвет будет темнее чем предыдущий то в этом случае как правило проблем не возникнет вы легко перекроете его даже если у вас смотреть да есть большой контраст то там нужно будет делить сначала основную часть нанести потом корни так далее здесь смотреть по ситуации но важно то что выйти более темный цвет всегда проще чем более светлый если у вас хотите новый цвет получить более светлый чем был до этого то здесь я вас предостерегу что вы можете повысить его буквально на один-два тона а за один раз потом мужика вы живете еще раз там пострижете со времени можно будет сделать светлее но за один раз с красителями такого сегмента как наш вы больше чем на один-два тона не поднимите это важно и не старайтесь соответственно вы смотрите на свои текущие волосы окрашенные есть вас есть краска которую красить его на нее смотрите и допустим если вы окрашивались там не знаю четверкой да то вы можете взять шестерку как максимум да потому что есть начнете вот перебарщивать попыткой высветлить волосы надо понимать что вы рискуете потерять это это ценность мне кажется нынче все-таки хорошие волосы признак здоровья так двигаемся дальше 5 значит когда нужно волосы красить с осторожностью либо вообще не красить знаете много говорят про хну о том что можно или нельзя после я знаю что продукт популярный он есть и даже есть у меня знакомый кто кто пользуется хной да и в общем то это популярный продукт и иногда эти люди хотят перейти в краску вот если хне человек хочет перейти в такой же цвет либо стать темней то в принципе это возможно если из хны хочет перейти в более светлый тон то здесь лучше даже не начинать потому что результат не может никто гарантировать что получится на выходе потому что это может быть пятнами пойти волосы да там так далее то есть это очень важный момент поэтому будьте осторожны и лучше лишний раз у клиента об этом спросить если у вас есть подозрение что блох на волосах также с осторожностью стоит окрашивать волосы где было кератиновое упрямление ботокс для волосы ошибку нашел химическая заливка и вот такого рода процедуры все-таки рекомендуем подождать там недели две хотя бы да и только после этого дальше при таких процедурах окрашивание тон в тон либо темнее будет нормальным условно нормальным да все-таки окрашиваться в более светлые тона все-таки не рекомендуем вовсе потому что все эти процедуры так или иначе они повреждают волос влияют на него и осветление любой вот уход в более светлый тон этот дополнительное повреждение волос можно остаться без них и важный момент что если есть какие-то болячки на голове повреждение кожного покрова головы то тоже конечно никого окрашивание быть не может это важно такой же вопрос личной безопасности так наверное уже как хотите вывод как просили вот да забыл что мне бы повторение небольшое значит смотрите еще раз да то есть проговори все что мы были прокраски про лайфхаки как окрашивать и так далее еще раз вспомним кому в каких случаях каким потребителям подойдут наши краски ботаник эксперт салон ке и так ботаник у нас это когда большое количество седины волосы не прокрашиваются достаточно степени безымячными красками в том числе как салон например и человек есть этот опыт он уже попробовал пример с клиент который покупал эту краску и нет результата окей как бы есть уже опыта есть понимание что не работает с ней и соответственно еще предпочитать более естественно пролит она на мой взгляд эти критерии очень четко сходятся с позиционированием ботаники такого продукта для более возрастной аудитории в ком-то смысле да с меньшим доходом более традиционный взгляд в том числе этому как бы здесь мне кажется все очень логично как соединяется далее эксперт если опять же есть большой то есть если я поясню важную если седины мало то как бы они тоже пройдут до этого важный момент значит эксперт если большое количество седины если желание кардинально поменять цвет волос и готовность экспериментом потому что палитра более богатые в эксперте есть система color block до который дает стойкость и окрашиванию и плюс это интенсивно нормальный краска которая аммиачная классическая то есть там все как полагается далее что если есть вопрос опять же с непрокрашиваемостью с безымячными красками вот и для тех кто хочет только окрашивание далее значит слонкие все-таки у нас это важно что у нас клиент должен быть небольшое количество седины это важно а далее человек понимает что он хочет волосы как сказать воде крайности вы волосы сохраняете на одном чаши лицов сохранность волос да вот так а на другой чаше весов это стойкость цвета естественно готов пожертвовать стойкостью цвета ради того что волосы были в большем порядке менее повреждены и так далее вот это точно для салона клиент для салона к салонке вот дальше почему-то ему не подходить классические мячные краски например может аллергия чувствительность кожи такие моменты тоже могут быть опять же опыт клиента определенный вот и если он боится сохранность волос вот и для тех кто хочет больше этого то питание знаете вот как это возникает питание волос это краше то есть мы часто это говорим что той стороны волосы повреждаются другой стороны они как бы после окрашивания всегда такие более восстановленные дело в том что за счет того что когда краска работает то что я сказал они приподнимают чешуйки появляется возможность волосы напитать они все еще приподнятые находятся когда мы смываем краску и наносим бальзам и в этот момент наступает такой момент именно вот питание его можно поддерживать дальше потому что однажды чешуйки приподнявшись они уже не так будут плотно прилегать к стержню волос за кортексу поэтому можете именно масками для поврежденных волос поддерживать волос в таком виде каком они вас могут и не быть будучи без окрашивания будучи натуральными это важный момент он красать и такая вещь которая и нужно понимать как это происходит так что можно окраситься покрасить волосы их убить да это бодзин одна история а можно окрашивать волосы делать их более красивыми более интересными более какими-то яркими и при этом вы даже более здоровыми внешне а если вы правильно ухаживать а все на самом деле у меня конец где на этом сладе остановлюсь и теперь мы давайте с вами пройдемся по вопросам если вопрос еще какие-то нас остались как я вижу у меня очень приятный ваш комплимент за полезную информацию так спасибо большое правда очень приятно так дальше еще рассмотрите выпишем на темно-русый блонд он возьмется хорошо да хорошо но я вернусь к смысле еще раз к этой мысли что есть у нас с вами палитры и там есть шкала градации где куда можно переместиться там все что называется очень логично это рассмотрел выступление известного стилиста по волосам он говорит что многие стилисты считают что окрашивать волосы это искусство это творчество и так далее и это человек знаете реально там с очень хорошей клинтурой до известные так далее и он говорит знаете это все не очень правда потому что окрашивание это технология раз-два-три получил результат именно как бы талант мастера в том чтобы эту технологию гарантировать в этом смысле каждый из вас может быть таким специалистом для себя понимаю свой волос свои предпочтения в оттенках свою реакцию кожи головы и так далее и иметь и тут что называется не загадку что выйдет не выйдет а просто понимать как это должно получиться для этого нужно пользоваться в частности палитрой так 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 вроде мы так все же мы смешивать краски разные фирмы не не рекомендую смешивать вот я вот как сказать осторожностью могу сказать что можно взять проявляющие молочко проявляющую эмульсию низкопроцентную для тонировки волос я об этом самом начале говорил я бы творю с осторожностью потому что это другой производитель а вот смешивать краски двух производителей не будучи профессионалом я вам искренне не рекомендую потому что здесь как бы никто не подпишется результат уже видеть хотим результата о чем дело если хотим просто смешать для удовольствия то конечно можно а так для результата гарантии не дам так это так да вижу про корни и пропал тебе когда можно тебе будучи наполовину использованы закрываем и может храниться и важно с эмульсией пополам также делить до чтобы вас пропорция сохранялась что был хороший результат так т т т т т т т т т лучше всего просто 7 тыч яужем можно смешать краски разных там номеров например 98809 до можно смешивать если вы понимаете что вы хотите на выходе получить смешивание возможно в рамках одной серии в эксперте пожалуйста смешайте добавьте если вы понимаете что вы хотите получить там это как-то работает так можно смешать эксперт салон не рекомендую смешивать между сериями результатом не прогарантируем какой шампунь смотрите все таки я вот предыдущий вебинар как раз был про средства от перхоти на самом деле процесс от перхоти потери волос и так далее вот эти все наши проблемы весенней поры которые на фоне авитаминоза на фоне кризиса мне кажется все обострились вот там я рассказывал больше посмотрите я бы советовал и попробуй сначала ноутсноу взять серию где зеленым чаем вот это попроще серия дешевле получается если у нее не будет эффекта тогда эксперт фарма вы знаете коллеги в там отдельно хочет отметить что порой люди пишут да тоже нам обратную связь я попробовал продукт нет эффекта знаете так бывает вы купили арбуз с крылья он вам по вкусу не понравился так бывает да это нормальная история и скажем наш талант в том чтобы искать подбирать то что подойдет и подойдет более того то что он подходил и месяц назад или год назад может вам не пройти сейчас мне бы такой опыт поехал по рекомендации в хорошей отеле египте знаете десять лет там все совсем стало хуже вот так что бывает так рекомендации дальше мы так про уход конечно мы сделаем что-нибудь да у нас в бинар поняли что без вебинаров мы никуда так если окрашены были из телем и есть седина небольшая вы можете окраситься окрасить свои волосы уже окрашены есть речь про корни подбираете тон в тон красите если это темный цвет эмульгируйте с осторожностью вот просто эти внимательно смотрите на процесс то что вы можете же когда вы окрашены да вы можете волос приподнять посмотреть что там происходит с ним даже видно все на самом деле поэтому корни красить можно точно без проблем никаких противопоказаний так как спасибо спасибо так оттенок нравится 50 эксперт колор составом небольшие сумки пока что мы решили оттенков не очень планируем потому что здесь есть своя специфика да то есть он должен появиться мы знаем большую консервативность все-таки наших потребителей при выборе пацанов да поэтому здесь мы хотим конечно от лимитки хотим но как бы здесь вопрос есть пробуйте поэтому могу точно по крайней мере на до осени точно не будет ничего другого так не очень понимаю вопрос что теперь больше только стиль я ответил да что можно корни окрасить смешивать и между что два флакончика два тюбика смешивайте не рекомендую потому что непонятен результат так 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 пошли спасибо мне очень приятно стричь волосы лучше после окрашивания так всегда делают стилисты насколько мне известно сначала окрашивание потом стрижка с чем-то связано я даже не очень понимаю почему вроде бы краски больше уходит но вот по факту я сколько вы знаю всегда была история такая прошение линейки салон кей рассказал два продукта летом ждите встречается так маску для волос наносить перед окрашиванием точно не нужно только после окрашивания в этом нет смысла а коллеги давайте прочитаю ваши вопросы и я вижу же что мы немножко по времени задержались так на все отвечу поэтому если кому-то нужно уже и двигаться дальше всем большое спасибо за внимание я обязательно лично ваш вопрос поэтому если они у вас есть дождитесь ответа если вам пора бежать по делам пожалуйста хорошего дня так по поводу вопрос когда перечень окрашиваешь покрашиваешь корни следует или носить на все волосы я ответил на вопрос прям хорошо рассказал ампулы волос можно добавлять можно кстати дать пункт не включил свою презентацию можно не больше духом полно мисочку потому что это меняется сопоставление соотношение жировой фазы в самом продукте в готовой смеси поэтому можно одну две ну не больше двух точно вот про анбулы что-то во все краски можно добавлять то универсальный продукт выбираете вот зависимости от направления которые вы хотите поддержать листых волос на на пять вариантов вот кстати про них я тоже много говорил кстати вот на самой первой презентации про было декабре ю тубе она есть так значит у меня сердцем седины волос мягкие серии салон но я вижу что хороший опыт опрашивания это прекрасно меня очень радует оттеночный шампунь и нет пока что мы не планируем запускать я знаю в истории них не очень хороший продаж но мы работаем над серии для блондинок там красотеночный филе этого шампунь вот он нас будет осенью так ну вопрос такой что можно использовать краску если раньше пользовалась безмельчим тонированием тон 477 знаете я потом не подберу вам так нужно палитру смотреть либо на сайте либо у консультанта так так по поводу краски краса я вы знаете вот здесь есть вопрос про она на блондинка красила 74 красоты далее я вам рекомендую к этих имена написать на обратную связь мы сможем технологии нам поподробнее ответить будет более адекватно окей если в инструкции значит да без шампуня шампунь я извиняюсь из кого запутал инструкции себя достоверной информации есть про интенсивность или волос я наверное вам расскажу отдельно как-нибудь потому что у нас сейчас уже большая часть людей включилась у нас есть продукт он осветляет волосы получается так что следом после него применить какой-то из наших красок нельзя самом деле потому что ты затонироваться какой-нибудь там десяткой после того как вы осветили волос интенсивным светителем нельзя это нужно понимать именно потому как я рассказывал про высокий процент только если возьмете эмульсию с низким процентом перекиси водорода другого производителя вот это такой момент я наверное отдельно лучше подготовлю более адекватный такой развернутый ответ можно кстати и обратно связь не писать об этом так вот этот дтт смотрите при а в я помню чем речь если вы до 2 тюбика тона точно не сделать ничего светлее точно нет то есть пусть это же самое просто будет больше краски на голове как бы это не страшно и не хорошо она как бы лишь бы не вытекла за уши в этом страшно ничего нет поэтому пожалуйста да можно если он дает возра тюбика они не жалуются другой стороны то почему и нет главное чтобы не было хуже так тттттт так я вижу вопрос не хватает бальзама какой бальзам можно взять после окрашивания бера берите бальзам уберите маску кератин для поврежденных волос из серии салон кер это вопрос зои к даниной до что волосы длинные подкрашивают корни освежаясь в длину остатком краски все как я видим говорю да ну бальзам не хватает берем маску кератиновая кератин из салона это будет самый лучший вариант для вас и вообще принципе рекомендую ее пока на тусина прям для поврежденных волос лучше что называется не бывает так вижу вопрос от жульетты керакосян да о том что в прав красном стиле чем темный волос с очень темного на золотистый каштан волос очень пострадали маски бальзам и так далее знаете волосы приди даже новые быть лучше со старыми тут уже что называется восстанавливаем сколько можно на сто процентов здесь от типа волос зависит конечно нельзя сказать что вот гарантия вам не дам все таки я не вижу вашего волос да я могу предложить по вашей фамилии что у вас все таки достаточно жесткие волосы толстые может быть вьющиеся да то есть это вот как я надеюсь никого сейчас не обидел просто вижу фамилию такого керакосян да как бы здесь мне кажется накладывает отпечаток вот поэтому здесь шансы есть но здесь свои специфику волос есть так маска для светлого пропал из продажи даю не будет антиэйч возьмите на похоже по составу антиэйч принтер речь называется эксперте прекрасно подойдет для этого для этой цели все вопросы все ответил так да коллеги и друзья спасибо большое выпадение волос вот я смотрю нужно смывать по выпаде полос читаем инструкцию коллеги просто времени уже много я понимаю что я задерживаю дай часть уже у нас ушло друзья спасибо большое за ваше внимание за ваши вопросы я сейчас повторю что для нас во многом возможность кризиса текущего да в том чтобы привлечь новых клиентов дали как консультантами привлекать потому что люди будут терять работу и возможность заработка они будут ценить это возможность предложить альтернативу да там где люди будут из салонов потому что карантин потому что немножко страшно да что там заразит еще что-то поэтому то что касается окрашивание то здесь конечно мы можем плюс 50 процентов продать больше красок в этом году если мы воспользуемся этой ситуации которая в целом конечно грустная вот но в же время мы не можем лапки сложить да и умереть нам нужно жить развиваться на свои цели у нас есть родные дети и так далее которые тоже нас чего-то ждут вот и еще наверное от себя просто добавлю что берегите себя а не просто здоровье там про маски и все остальное вам другие расскажут там про санитайзеры я вам как уже психолог скажу о том что вам все таки нужно понимать что происходит это действительно кризисная ситуация действительно очень стрессовая не нужно делать вид что все хорошо да как бы если вы чувствуете что-то другое общайтесь с вашими родными поддерживайте контакт с друзьями держите больше позитивной связи но и не бойтесь рассказывать о ваших страхах это нормально если вы сейчас будете их просто проглатывать и хранить где-то глубине себя они никуда не денутся нужно это понимать но если разговаривать с вашим супругом супругой с вашими братьями и сестрами с друзьями это нормально это прекрасно возможность выговориться да потому что мы сейчас все в шоке все немного переживаем мы боимся и так далее это совершенно нормально в текущей ситуации и самое худшее что мы можем делать это делать вид что ничего не происходит это мы точно навредим тогда уже не только своему бизнесу да но и своему здоровью вот поэтому берегите свое здоровье психологическое физическое душевное вот пользуйтесь фаберлик реализуйте себя и будьте счастливы всем хорошего вечера хорошего дня до новых встреч до свидания спасибо большое за внимание